Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко о главных темах выпуска. С 1 января будут сформированы районные бюджеты. Сколько будет денег и на что их можно будет тратить, решали депутаты городской думы. Новый виток громкого уголовного дела. В областном суде рассмотрели апелляцию жены самарского банкира Екатерины Пузиковой. За убийство мужа ее приговорили к 7 годам лишения свободы. Праздник с сомнительной репутацией. В Самаре уже начали отмечать Хэллоуин. История со счастливым концом. Обманутые вкладчики лопнувшего у Волга кредит банка смогли вернуть свои кровные. Хотя поначалу в такой исход дела верилось слабо. Правда тем, кто заварил эту кашу, следователи хэппи-энд не обещают. Подробнее Марина Матвейшина. Более трех тысяч обманутых вкладчиков Волга кредит банка получили страховые выплаты по вкладам в общей сумме более полутора миллиардов рублей. Напомним, скандал разразился в январе этого года. В декабре у банка отозвали лицензию и вкладчики обратились в агентство по страхованию вкладов за причитающимися им выплатами. Тогда и обнаружилось, деньги со счетов давно сняты. На самом деле ситуация была невероятно тяжелая, невероятно сложная, потому что много трагических ситуаций случилось с людьми. То есть я не буду сейчас о них подробно рассказывать. И все люди даже в достаточно молодом и здоровом состоянии чувствовали себя не очень хорошо. Тогда власти разработали алгоритм, как получить выплаты в досудебном порядке. На сегодняшний день еще пять человек ждут свои деньги. Мы сегодня поименно знаем каждого человека из того списка, который осталось выплатить. Сейчас ведется работа по изысканию возможностей, ну скажем, регализации что ли тех данных, на основании которых мы сделаем выплаты. Следствие по делу продолжается. Сейчас 14 фигурантов, 8 из них находятся в розыске. По данным следствия, эта группа работала и в других регионах страны. Их попытки зайти еще в один банк и применить там ту же мошенническую схему, следственные органы вовремя пресекли. Мы принимаем все возможные меры для того, чтобы все лица, которые причастны именно к этой ситуации, а ситуация связана с таким обманом большого количества граждан, именно понесли справедливый наказание и были привлечены к уголовной ответственности. Что касается руководства банка, следствие продолжается по делу о хищении в особо крупном размере. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, События. И еще об одном громком уголовном деле. Вдова Самарского банкира Екатерина Пузикова, признанная виновной в отравлении мужа, обжалует приговор. Апелляцию рассмотрели сегодня в областном суде. Адвокат Пузиковой просит признать его подзащитную невиновной, а вот сторона потерпевших – более жесткого наказания. Из зала суда Валерия Макарова. За ходом заседания вдова банкира Дмитрия Пузикова наблюдает из-за решетки изолятора по видеосвязи. Суд Красноярского района посчитал ее виновной в отравлении мужа талием, который она якобы подсыпала в еду. Екатерина Пузикова это отрицает. Сегодня приговор обжалуют в областном суде. Главный аргумент защиты – отравление банкира смертельной дозы вещества произошло не дома. Объяснить повышение показателей талии до 12200 можно только поступлением дополнительной дозы талии. В это время он находился в больнице. Моя подзащитная супруга в больнице не навещала. Возможно, она приходила один раз, но там есть показания всех свидетелей, что она как раз и на это обращает внимание. Что вот, мол, какая она плохая, что она не посещала в больнице свою супругу. Страна защиты отмечает, в момент смерти концентрация талия в крови у жертвы была в тысячу раз выше, чем при поступлении в больницу. Если это так, то значит кто-то уже в палате дал Дмитрию Пузикову смертельную дозу. Адвокат ссылается на заключение специалистов в области химии и просит рассмотреть их в ходе дела. Сторона потерпевших против приобщения новых материалов. Все те обстоятельства, на которые они ссылаются, были предметом исследования судом первой инстанции. По всем этим вопросам были допрошены специалисты, эксперты, которые ответили на все вопросы. Приследуется одна цель – уйти от установленной законом ответственности. Однако новые выводы стороны защиты к материалам следствия приобщили. Теперь суду необходимо время, чтобы подробно с ними ознакомиться. Следующее заседание назначено на 9 ноября. Сегодня интернет распространил информацию о задержании троих самарских блогеров. В социальных сетях пишут о том, что сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции главного управления МВД России по Самарской области задержали Дмитрия Бегуна, Наталью Умярову и Олега Иванца по подозрению в вымогательстве. Якобы они в разное время получали деньги от одного из бизнесменов за нераспространение компрометирующей информации. Общая сумма составила 3 миллиона рублей. Вот как прокомментировали ситуацию в областном управлении полиции. Были задержаны 3 жителя Самарской области. Это двое мужчин 1969 года рождения и 1972 года рождения. И женщина 1971 года рождения. Которые подозреваются в том, что вымогали более 3 миллионов рублей у одного из бизнесменов за нераспространение в сети интернет компрометирующей информации. Подозреваемые были задержаны при получении денежных средств в сумме 1 миллиона рублей. По данному факту главным следственным управлением ГУМВД России в Самарской области возбуждено уголовное дело по пункту Б, части 3, статьи 163 Уголовного кодекса. Это вымогательство совершенной группы лиц денежных средств в особо крупном размере. Миропресечения в настоящее время избирается. Без них не обходится ни одна спецоперация. В том числе и те, что проводятся за пределами нашего региона. И вот заслуженная награда за труды. Бойцы ОМОНа переехали на новое постоянное место дислокации. Базу ОМОН областного МВД открыли в Тольятти. Как новые стены повлияют на подготовку бойцов, расскажет Павел Баймаков. Гостиница, здание для высотной подготовки бойцов, полоса препятствий, городок. Так называют новую базу бойцы, постепенно привыкая к новому рабочему месту. За два года на 4 гектарах земли отстроили 19 новых объектов, в том числе гараж для спецтехники. По словам начальника областного главка МВД Сергея Солодовникова, улучшение материально-технической базы сделает мобильный отряд еще боеспособнее. Сегодня управленческий аппарат оптимизировал. Он один. Если раньше мы там по 6, по 8 заместителей держали в каждом подразделении, и они эти задачи выполняли, то сегодня этого нет. Сегодня мы с учетом этой оптимизации, по сути, увеличиваем количество бойцов самого отряда. Ежедневно здесь будут находиться более 350 человек. Условия позволяют. Для бойцов построили спортивный комплекс. Есть баскетбольные и волейбольные площадки, тренажерные и борцовские залы. Новая база ОМОНа Самарской области стала лучшей среди подобных в России. В новом здании есть даже бассейн, но расслабляться и наслаждаться плаванием здесь некогда. Группы, состоящие из водолазов и саперов, отрабатывают здесь действия по разминированию взрывных устройств, которые могут быть установлены, в том числе и под водой. Готово! Сентер чистым! Особое внимание тактической подготовке. В городке есть три стрелковых тира. Здесь бойцы отрабатывают действия по освобождению заложников из здания. Мобильные конструкции позволяют делать любую перепланировку на тренировочной площадке. А здесь проходят занятия по огневой подготовке. Интерактивный тир «Местная гордость». Первый тир – это 100 метров, с которого можно стрелять. С автоматического оружия, со снайперской винтовки. Автомат Калашникова, с пистолета. В компьютер заложен весь курс учебных стрельб. До 15 ноября личный состав ОМОНа Самарской области полностью переедет на новое место дислокации в Тольятти. Распорядок дня сотрудников уже составлен, а руководство подумывает о проведении здесь соревнований федерального уровня. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. За последнюю неделю выросло число ДТП. За одни только сутки в регионе произошло 12 наездов на пешеходов. В ГИБДД это связывают с наступлением осени и, как следствие, ухудшением видимости на дорогах. Сегодня произошла авария в Ставропольском районе Самарской области. Женщина на внедорожнике сбила двоих мужчин. По ее словам, пешеходы вышли на дорогу внезапно. В темноте их не было видно. В результате наезда один скончался на месте, другой с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию. Такие аварии происходят как на загородных трассах вне населенных пунктов, так и в черте крупных городов на пешеходных переходах. Пешеходы обязаны использовать при движении вне населенных пунктов в темное время суток световозвращающие элементы на своей одежде. И прежде чем переходить в проезжую часть, даже на пешеходных переходах, пешеход обязан убедиться в том, что все транспортные средства остановились. В следующем году в Самаре на радость автолюбителям капитально отремонтируют заводское шоссе. После ремонта там появится ливневая канализация. Такую задачу поставил глава города Олег Фурсов. А пока специалисты муниципального предприятия инженерной системы вовсю готовятся к весне. Лариса Шалафаст подробнее. Чтобы прочистить все засоры в трубах, работают две спецмашины. Одна подает под сильным напором холодную воду, другая откачивает грязь. За день специалисты муниципального предприятия инженерные системы могут очистить до 15 дождеприемников. Работа у нас есть всегда. То есть надо всегда проводить плановую, скажем, очистку, то есть профилактику, иначе просто может случиться беда. В этом году уже очистили и отремонтировали почти 2000 колодцев. В первую очередь работы вели на улицах, где проводится ремонт асфальтового покрытия. Мы синхронизируем работы по ремонту сетей, то есть чтобы к началу работ по ремонту асфальтового покрытия в 2016 году уже все коммуникации были переложены, чтобы не пришлось потом уже разрушать асфальтно-бетонное покрытие. Особое внимание в этом году бесхозным участкам дождевой канализации. Чаще всего эти коммуникации уже разрушены и завалены мусором. Чтобы привести их в порядок, инженерные системы берут сети на баланс. В этом году приняли порядка 10 тысяч километров. В целом по очистке дождевой канализации в городе уже превысили объем работ прошлого года. К весеннему паводку дождевая канализация уже готова. Ее промывают круглосуточно. В этом году уже очистили 58 километров сетей. В планах до конца года еще порядка 5 километров. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. С 1 января вступают в силу положения о бюджете внутри городских районов. Сколько будет денег, как и на что их можно будет тратить, не превысит ли расходы планируемых доходов. Сегодня в Самарской городской думе состоялся семинар для депутатов. В нем приняли участие представители администрации города, чтобы разъяснить материальные вопросы и разграничить зону ответственности города. Из всех городских дорог внутриквартальные проезды передаются введения районов. Закрепление зон ответственности и территорий позволит поставить на учет бесхозные коммунальные сети или улицы. Депутаты и представители администрации на встрече обсудили самые главные вопросы – разграничение полномочий между городом и районными советами. Болевые точки вопроса ЖКХ и благоустройства. Кто должен следить, чинить и убирать? Есть перечень у каждого этого контракта, приложенный перечень, есть категорийность, есть порядок, сколько раз в месяц какая категория, а улицы, дорог убирается и тому подобное. Вот это вы получите в разрезе каждого района, эту информацию, все предельно понятно. Дорогами федерального значения остаются Московское шоссе, Новосадовое, Волжское и Красноглинское шоссе. Введение области будут дороги первой категории, второй – в городском подчинении. Для всех крайне важно, что будет на спортивной, что будет на заводском шоссе. И эти вопросы сейчас будут все сформулированы. Нужно работать с колес, поэтому звонок в приемную, звонок на горячую линию, и мы быстро-быстро организуемся и отработаем эту тему. Здесь должно быть прежде всего выстроено взаимодействие между депутатским корпусом и между исполнителями. Исполнители в данном случае, я говорю, это департаменты, это администрация. В разделении полномочий пока больше вопросов, чем ответов, но время на их решение есть весь 2016 год. Сегодня решается, как будут взаимодействовать депутаты райсоветов и руководство профильных департаментов. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Заплатить по долгам до конца года злостных неплательщиков земельного налога и пенсионных отчислений вызвали в администрацию Самары. Почти 2 миллиона рублей налогов на землю не заплатили предприятия в этом году. Около 150 миллионов долги частников за аренду земли. Причем часть этих сумм пени за просрочку. Среди проштрафившихся организаций и проектное бюро, и сеть автозаправок, и инвестиционная компания. Большинство руководителей обещали в Новый год войти с чистой совестью и рассчитаться с долгами до конца декабря. Доводы тех, кто попросил отсрочки, сочли неубедительными. В течение полугода нас не устраивает, у вас задолженность уже сложилась за давние периоды, поэтому давать еще вам кредит бюджетных средств, а это именно так получается, потому что вы не платите деньги в бюджет. Срок вам до конца года. На ковер вызвали и недобросовестных работодателей, которые не делают отчислений в пенсионный фонд и платят серую зарплату сотрудникам. Если в ближайшее время с долгами не рассчитаются и не исправят ситуацию, к этим фирмам может нагрянуть прокурорская проверка. Инновационное производство при минимуме затрат. В Самаре научились делать сверхсовременные перчатки. Применение они находят и на крупных заводах, и в быту. Это еще и оригинальный пример импортозамещения. Зарубежные образцы из похожего материала в разы дороже. Мини-фабрика в Самаре работает всего месяц. За это время умельцы успели произвести 6000 пар перчаток, хотя работают всего на трех станках. Секрет в передовом оборудовании, которое самарцы изготовили из старых фабричных агрегатов. Всего 2-3 минуты и станок выдает отглаженную, идеально связанную перчатку. Почти вся работа автоматизирована. Ручной труд вносит в последние штрихи. У нас перчатка ровненько вышла со станка, ровненько попала сюда, ровненько вышла из-под верлака. Руки и голова. Было бы желание. На маленькой самарской фабрике делают инновационную защиту для рук. Вяжут из двух видов нитей. Хлопка и кевлара особого волокна. Оно в 5 раз прочнее стали. Используется для армирования автомобильных шин при создании бронежилетов и даже в судостроении. Перчатки тестировали на металлургическом производстве. По нормам они должны защищать руку от жара расплавленного алюминия 3 секунды. Эти справляются в 5 раз дольше. На первый взгляд вполне обычная перчатка. Хотя даже визуально можно увидеть отличия от конкурентов. Но главная особенность самарских инновационных перчаток в их уникальных свойствах. Они износостойкие и выдерживают многократные порезы острыми предметами. К тому же устойчивы к высоким температурам. Над открытым огнем руку в перчатке можно держать около минуты. Крепкие рукавички применимы для стекольного производства деревообработки сварочных работ и в быту, на кухне и на даче. Выгода и в цене. Импортные аналоги в разы дороже. А делаются самарские новинки на старых станках, которые основательно модернизировали. Вот здесь находится маленький компьютер, который мы научились по-советски перепрограммировать. И вносим небольшие конструктивные изменения в саму конструкцию станка. Самарцы в области производства таких перчаток первопроходцы. Их оборудование может заинтересовались во Владивостоке, Екатеринбурге, Перми и других городах России. Самара должна стать именно центром экспорта технологии. Мы были и на конференции в Финляндии, тестировали финский рынок, в том числе и европейский рынок. Можно это все в принципе применять. Единственное, финны не поверили. Они говорят, что русские не могут выпускать перчатки, выпускают их только китайцы. Русские могут сделать только автоматы Калашникова, ракеты еще и... Амбициозные планы пригласить на самарское производство финских инвесторов. А вот Казахстан уже готов приобрести инновационные станки. Заявки поступают и из Азербайджана. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Сегодня в России отмечают День памяти жертв политических репрессий. В этот день, в 1974 году, политзаключенные лагеря в Мордовии объявили массовую голодовку. Протестуя против репрессий в Советском Союзе. Страна пережила национальную трагедию, пик которой пришелся на 1937 год. Памятные мероприятия прошли и в Самаре. С подробностями Юлия Черняева. Пусть в даль уносятся года, и память наш стирает век. Но будем помнить мы всегда то, как жесток был человек. Отец Александру Зуева, боец Красной Армии, находился в военном госпитале после ранения, когда его арестовали за агитацию против советской власти. Сергей Зуев погиб в ноябре 1942-го от голода в одном из лагерей Свердловской области. Мама все время с бабушкой страдали. Они ничего не говорили. Когда я стал взрослым, я это понял и начал заниматься. Почему? Куда делся отец? Я нашел отца. Название скульптурной композиции «Спас», установленной в парке Гагарина, Александр Сергеевич расшифровал как «Светлая память самарцам». От репрессий пострадало около 60 тысяч жителей области. Пик репрессий пришелся на 1937-1938 годы, когда по официальным данным, по политическим обвинениям, было арестовано более полутора миллионов человек, 700 тысяч из которых было расстреляно. В выход советских граждан вошло страшное слово «враг народа». Во дворе храма в честь Собора Самарских Святых прошла акция «Молитва памяти», где были зачитаны имена жертв репрессии из так называемых расстрельных списков. Акимов Алексей Факевич, 63 года, русский беспартийный служащий. Расстрелян 7 февраля 1938 года. В этот день, 30 октября, в нашем Отечестве мы вспоминаем память репрессированных и всех погибших в смутное время, когда власти находились безбожники. И очень много людей пострадало за веру, за свое Отечество. Юлия Черняева, Григорий Плешаков, События. Праздник с сомнительной репутацией. Хэллоуин в Самаре уже начали отмечать. Традиция проводить вечеринки маскарада нечистой силы пришла в Россию и США в 90-е. И на сегодня его официально запретили праздновать в школах во многих регионах России. Против выступают все традиционные религиозные конфессии и многие общественные деятели. Это ужасный праздник, когда люди почитают земных, различных колдунов, различные злые силы. И человек, который это делает, это человек аморальный. Почему? Потому что мир у нас делится на доброе и на злое. Мы почитаем добро. Эфир программы продолжит новости спорта. Слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Четвертый международный турнир по настольному теннису стартовал в Самаре. Приза губернатора приехали разыграть 12 команд. Из России, в том числе из Казахстана и Китая. О главных претендентах на победу расскажу прямо сейчас. Торжественная церемония открытия турнира проходила в новом теннисном центре. Первая ракетка и президент областной федерации Виктор Кудряшов отметил, что этот современный спортивный комплекс появился не случайно. Самара сегодня является одним из теннисных центров страны. Здесь проходят крупные соревнования, чемпионаты и этапы Кубка России. Местные мастера ракетки успешно выступают на международных турнирах, а чтобы спортивных звездочек зажигалось еще больше, поэтому и проводятся в Самаре подобные старты. Дорогие друзья, я желаю всем, кто этот уровень прошел на нашем собственном уровне, если вы понимаете, что как она будет, я думаю, что все выведены. Но еще здесь, по-прежнему, результаты, конечно, который станет программой между всеми участниками, которые будут украдывать нас в саму ближайшую начальнику. Чемпион России по настольному теннису Артем Замарин за призы губернатора сражается не первый раз, пока неудачно, зато в этом году удалось выиграть всероссийскую спартакиаду. Подняться в теннисном рейтинге с восьмого на четвертое место, и сегодня он готов забрать главный теннисный трофей Самарской области. Атмосфера, как бы праздник здесь, тут нет такого, что какие-то соревнования такие. Ответственность есть, но и приятная ответственность. То есть все свои, и зал родной, то есть все помогает. Идеальный зал покрытия, свет, то есть все здесь для настольного тенниса прям конкретно сделано. Остается только выигрывать. Китайская команда из города Хэфэй второй раз приехала за кубком губернатора Самарской области. В прошлом году они заняли только четвертое место. На этот раз рассчитывают победить. Уровень российских спортсменов достаточно высок, поэтому мы приехали на самарский турнир не только выиграть кубок, но и в борьбе с мастерами научиться лучше владеть ракеткой и мячом. Самара, Тольятти, Пенза, Нижний Новгород, Екатеринбург, Воронеж. Четыре команды из Казахстана и Китай. Финалисты и победители международного теннисного турнира на призы губернатора определятся в воскресенье. Первая ракетка ждет болельщиков. Вход на соревнования бесплатный. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. А наш выпуск на этом завершен. Смотрите телеканал Самарагиз в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова